На телеканале Юганск новости здравствуйте. Клубника и томаты с колес. Сегодня сотрудники департамента по экономическому развитию выехали на рейд по местам несанкционированной торговли. Особое внимание продажи овощей и молочной продукции с автомобилей. Специалисты уверены, такой формат вреден и для города, и для горожан. Но сами нефтьюганцы, покупая продукцию у приезжих, по сути голосуют за. 15 микрорайон – излюбленное место у автоторговцев. Павильоны и грузовики с овощами то появляются, то исчезают. Продавец азербайджанских помидор неохотно протягивает документы. Продавец звонит хозяину. Мужчина подъезжает довольно быстро и поначалу отворачивается от камеры. Но когда начинает выписывать штраф, решает сам задать нам несколько вопросов. Далее последовала конкретная просьба. И жалоба. На наш единственный вопрос, а вдруг откликнутся потенциальные работодатели, мужчина не ответил. А как вас зовут? Это неинтересно. Интересно, что мнения горожан относительно такой автоторговли разделились. Любительница здорового образа жизни Рая однозначно против. Они же руки не моют. Каждый, это самое, они же не дают целлофановый пакет, чтобы взял сам. А вот Татьяна за. Здесь ее устраивает цена. Ну, по крайней мере, вот в «Магните» покупала. Картошка такая же гнилая. Там, допустим, берешь 2 килограмма, с нее 1 килограмм – это гнилая картошка. Не вижу разницы. А вот сотрудники отдела потребительского рынка всегда против преступления закона. В данном случае 102 окружного. Это прямое нарушение правил благоустройства. Договоров на вывоз мусора, как правило, нет. Машины часто ставят на газоны и вообще город не украшают. В первом микрорайоне красуется омская клубника, хренадер и даже закупленные сливки, но без даты производства и под прямыми солнечными лучами. Ну, почему опасно? С чего опасно? Ну, потому что, ну, понятно, значит, я с уберу. Это вот сегодня солнце. До этого было холодно. Мы поэтому и торговали. Снова протокол. Лариса Севастьянова теперь заплатит 15 тысяч рублей штрафа. Законы нарушают здесь на каждом шагу. Я по три года, вот каждый раз выбиваю себе, прошу точку. Куда бы я ни обращалась, и в ЖКО, и в ЖКХ, допустим, придомовую территорию, дайте мне это место. Мне не дают через неделю на это место ставится павильон. Конкретно, расскажите про конкретный адрес. И кто вам отказал? Да зачем я это буду говорить? Мне еще здесь работать. Сотрудники отдела прямо заявляют, начался сезон автоторговли, но активизируют работу и они. В ближайшие дни снова проедутся по тем же объектам. А за повторное нарушение штрафы больше в разы. Но лучше всего, чтобы горожане не голосовали за такую торговлю рублем. Наталья Платонова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Следственный комитет сегодня принимал горожан по личным опросам. Прием вел первый замруководителя следственного управления Югры Дмитрий Шерман. С начала года с жалобами обратились 13 нефтеюганцев. Подробности у Виктории Дрягиной. Надежда Никитина в прошлом году познакомилась с мужчиной. После непродолжительного общения он попросил деньги взаймы. Обещал вернуть. Сначала финансы потребовались для лечения его мамы 140 тысяч рублей. Прибежал, говорит, колесо сломалось, еще 50 тысяч взял, потом еще запчасти на 30. И в итоге 220 тысяч он должен был. Сказал, вот в июле оформлю кредит, отдам. Опять занял 40 тысяч, потом 5 тысяч, потом 50, там еще 47, и это 360 тысяч. Потом я поняла, что это бесконечно. Горожанка написала на знакомого заявление в полицию. Очная ставка результатов не дала. Мошенник отмалчивался. Для разбора в ситуации Надежда Никитина пошла на личный прием к руководителям следственного управления по округу. Не все моменты, аргументы, доводы можно изложить и правильно довести гражданину на бумаги. И поэтому личное общение с гражданами позволяет более детально понять ситуацию и отреагировать на нее должным образом. По результатам встречи с Надеждой Никитиной в отношении ее знакомого будет возбуждено уголовное дело до конца июня. Оно будет рассмотрено и направлено в суд. Напомним, что на личный прием в Следственный комитет могут обращаться все желающие с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав. Виктория Дрягина, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Лауреаты, дипломанты и обладатели гран-при детской музыкальной школы имени Андреева закрывают учебный год с особыми успехами. За второе полугодие воспитанники учреждения завоевали более 150 наград. Своими выступлениями ребята покорили не только российскую публику, их композиции прозвучали в Грузии и Франции. О триумфе юных нефтеюганцев в следующем материале. Покорять музыкальные вершины воспитанникам школы не впервой. Только за последние четыре месяца они стали участниками восьми международных, одного всероссийского, двух региональных и пяти городских конкурсов. Один из самых волнительных, по словам ребят, фестиваль в Грузии. Там они были впервые. Очень ответственный конкурс. Надо было выкладываться по полной, чтобы что-то получить. Мы очень старались, чтобы... Мы вообще знали, что примерно за полтора месяца мы едем туда выступать. И переполнял адреналин. Мы хотели как можно лучше показать себя. Страна моя родная, кто-то принесет пули и нет. На фестивалях и конкурсах за четыре месяца побывали 195 музыкантов. 158 из них одержали победы. Серафим Никифоров и вовсе взял гран-при. 12-летний певец строит большие планы. Закончить московскую гнезинку и стать певцом. А где бы хотела выступать? На большой сцене в Москве, в театрах. Еще одно триумфальное выступление было у Артема Рыжикова. Свою наивысшую награду он получил во Франции. За это скрипач благодарит свою маму. Она мой учитель. Она мне все время поддерживала, помогала достичь этого уровня. За высокими достижениями стоят кропотливый труд, неимоверные старания и постоянные занятия. Именно в этом видят секрет своего успеха воспитанники детской музыкальной школы. Педагоги же добавляют важно и желание. Самое главное для этого желание ребенка и большая помощь родителей. Если родители заинтересованы, поддерживают, помогают, ребенку все получится. Ну и конечно, как со стороны преподавателя, мы любого поддержим, любому поможем. Главное, что увидеть отдачу от ребенка. И мы из любого можем сделать звездочку. Главное. С завтрашнего дня начнут ходить дачные маршруты. Как и в прошлом году, перевозчикам в результате конкурса выбрали предприятие «Пасавта». Шесть дачных маршрутов будут возить горожан на Чесновский, Заречный, Кедровый, Олениостров, Горный и Пим. Как обычно, автобусы будут отходить от автовокзала. С расписанием маршрутов можно познакомиться на сайте «Пасавта». В современном мире исчезают многие специальности. На смену им приходят компьютеры. А вот медсестры нужны людям по-прежнему. Завтра, 12 мая, они будут отмечать свой профессиональный праздник. Сегодня мы расскажем о работе медицинских сестер второй поликлиники. Их называют достоянием лечебного учреждения. В поликлинике номер 2 создан совет из пяти старших медицинских сестер. Под их чутким руководством организована работа в отделениях профилактики, диагностики, реабилитации и лечебном. Штат сотрудников очень большой, впрочем, как и объем работ. 41 год Людмила Настенко работает медсестрой. Начинала с участковой. Сейчас возглавляет консультативно-диагностическое отделение. Профессия медицинской сестры – это состояние души. Человек, который пришел в медицину, это тот человек, который уже из нее никогда не выйдет. Дороги назад нет. И таких преданных своей профессии здесь очень много. В процедурном кабинете уже почти полвека трудится Раиса Фазлыева. О смене профессии даже не думает. Наоборот, своим опытом охотно делится с молодыми специалистами. Пациенты встречаются разные. Обслуживать приходится не только в поликлинике, но и на дому. Метработник – он наполовину психолог. Каждому нужен подход. Даже если он в своем состоянии, в раздраженном, открыл дверь и уже готов со мной поругаться, я на это не настроена. Я понимаю, что он больной человек. И сказать спасибо – это будет очень хорошо, если он говорит спасибо, что я ему помогла, и мне комфортно, душевно. И мысли сменить профессию не было никогда. Впрочем, как и у Фариды Мусиной. Она 43 года в медицине. А ведь поначалу, признается, мечтала работать продавцом. Начинала я свою работу в деревне, на фельдшерском, акушерском пункте. У меня было три деревни под моим началом. Где-то 700 человек. Из них детей было до года, я, как сейчас помню, 30 человек. Это очень большая ответственность. Было все. Принимала роды, скрывала гнонячки. Под крылом Фариды Мусиной все отделение профилактики. Молодым кадрам здесь всегда рады. Принимают как родных. Создают все условия, чтобы они чувствовали себя нужными и полезными. Приходят к нам на практику, а потом просится в мое отделение. Ну вот сейчас еще жду одного фельдшера. Дай бог, все будет хорошо. Приходят и остаются. Приходят и остаются. Профессия медсестер – символ милосердия и доброты. Когда болезнь отступает, мы часто благодарим врачей. Реже – медсестер. Хотя порой без их профессиональной и слаженной работы, работа целой больницы невозможна. В этот день хочется пожелать здоровья и счастья, благодарных пациентов, чтобы на работе всегда была удовлетворенность и поддержка коллег. Мария Сераева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». В СУ-62 прошли первые в этом сезоне соревнования по дворовому футболу. На поле вышли четыре смешанные команды. Боролись за право стать лучшими футболистами поселка. Впрочем, признали, что процесс игры для них важнее формальной победы. Кристина Кочерова с репортажем. Четыре команды по четыре человека. Возраст участников от 13 до 22 лет. К этому турниру ребята начали готовиться еще ранней весной. Очистили с поля снег и тренировались. Впрочем, за стазией жителей СУ-62 можно всегда. Это любимое место встречи. Команды подбираем по уровню. То есть, кто как хорошо играет. Мы же знаем, мне первый год знаком, как говорится. И даже вот маленькие есть, которые вот такие, играют на уровне меня. Не поверите, да. Очень любим спорт. Лучше заниматься тут, чем сидеть. По подъездам и, как говорится, плохими вещами заниматься. Турниры по футболу с призами и профессиональными судьями стали проходить в СУ-62 в последние годы. Инициатор и организатор матча Сергей Чайкин. Когда стал депутатом, сразу обратил внимание на футбольное поле. Вспомнив, как сам раньше гонял мяч. Правда, уровень тогда был совсем другой. И мяч там такой драный был, и неудобный. Но мы все равно его пинали. Вот, ворота были так чисто символические. Поэтому, я говорю, когда заходил сюда на выборы, вот, увидел площадку, увидел ребят, которые устремленные, ну и решил помочь им. Посмотреть на матч сегодня пришли родители спортсменов. У Салима Болтаева сегодня играют два сына. Капитаны разных команд. Болеть будет за обоих. В этом турнире главное не победа, уверен отец, а то, что местные парни заняты полезным делом. Видите, как здорово. Опять же, благодаря кому? Благодаря нашему дорогому депутату, господину Чайкину. Видите, он сделал нам ворота красивые поставил, сделал песок отцепали. Ну, то бишь, стало здорово. Потому что лучше молодежь занимается спортом, правильно, чем где-то подвородни сидят. Для победителей Сергей Чайкин подготовил специальные призы. Лучшие футболисты получили сладкие пироги и новенькие мячи. Но самые ценные презенты для всех участников турнира – памятные монеты к чемпионату мира с изображением его талисмана «Волком за бивакой». Кристина Кощерова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Продолжается прием заявок на участие вовсе российском молодежном образовательном форуме «Таврида», который пройдет 16 июля по 31 августа на полуострове Крым. Форум «Таврида» – это главная российская площадка для молодых деятелей культуры и искусства. В этом году молодых людей ждет шесть образовательных смен, в том числе посвященные анимации киноиндустрии, музыке, добровольчеству. Образовательная программа будет включать в себя обучающие мастер-классы, дискуссии, лекции и тренд-сессии. Для участия необходимо зарегистрироваться на виртуальной площадке «Молодежь России» и подать заявку. Для всех претендентов обязательно выполнение творческого задания, которое оценит экспертное жюри. А сейчас не переключайтесь, через минуту начнется программа «Вечерний гость». Сегодня будем говорить о роли общественности в решении проблем жилищно-коммунального комплекса. Что мы, как жители, можем сделать? А к нам в студию придет председатель общественного совета по ЖКК Наталья Проскурякова. Продолжение следует...